Слово нашему гостю. Давай не молодимся. Отец нашего неба, приходим сейчас пред Твоё лицо. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за живой путь, новый, через кровь Агнца. Призываем кровь Агнца сейчас. Взываем к крови Христа, которая говорит в наше оправдание, в нашу пользу. Лучше, чем кровь Авеля. Благодарим Тебя, Иисус, за пролитую кровь, которая делает нас праведными, которая делает нас принятыми, которая делает нас искупленными. Благодарим Тебя, что Твоя кровь, Иисус, восстанавливает наши отношения с Небесным Отцом. И мы уже не чужие, мы не пришельцы, свои Богу. Отец, поклоняемся Тебе, просим Тебя, благослови нас. Будь с нами в это время, Господь. Будь на этом месте своим Духом Святым. Открывай для нас Твое Слово, Твою истину, Твои пути, Господь. Делай это понятное для нас, Боже. Открывай глаза нашего сердца, наш разум, пониманию Твоего Слова. И Тебя, Господь, и путей Твоих. Просим благослови сегодня нашего Господа, Господь. Мы все отдаем в Твои руки, как будет сегодня пославлен наш Царь и Господь Иисус Христос. Аминь. Слава Богу. Хватит нас с вами хорошего Господа. Ты царствовал, ты царствуешь и будешь царствовать во веки веков. Ты царствовал, ты царствуешь и будешь царствовать во веки веков. Ты царствовал, ты царствуешь и будешь царствовать во веки веков. Ты царствовал, ты царствовал, ты царствуешь и будешь царствовать во веки веков. Расславим имя Господа И воспоем имя Господа И воспоем имя Господа Расславим имя Господа И воспоем имя Господа И воспоем имя Господа И воспоем имя Господа Ты наш Господь один, единый Царь наш Ишуа Ты наш Господь один, единый Царь наш Ишуа славит тебя Ты наш Господь один, единый Ты царствовал, ты царствуешь И будешь царствовать Вовеки веков Субтитры создавал DimaTorzok И во своём нему хвалу, Расславим имя Господа. 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 И пусть пугает гроза, и пули шумят, и пули шумят, меня за руку ведет мой Господь на небеса. И пусть пугает гроза, и пули шумят, и пули шумят, меня за руку ведет мой Господь на небеса. Я буду, буду, буду превозносить жизни моей и на Твоё, Иисус, буду превозносить жизни моей и на Твоё. Всегда я буду, буду превозносить жизни моей и на Твоё, Иисус, буду превозносить жизни моей и на Твоё. Не унывай, душа моя, уповай на Господа Твоего. Не унывай, душа моя, уповай на Него. Не унывай, душа моя, уповай на Господа Твоего. Не унывай, душа моя, уповай на Него. Не унывай, душа моя, уповай на Господа Твоего. Не унывай, душа моя, уповай на Него. Еще скажи в своей душе. Не унывай, душа моя, уповай на Господа Твоего. Не унывай, душа моя, уповай на Него. И я буду превозносить в жизни моей, лишить на Твоем, Иисус. Буду превозносить в жизни моей, лишить на Твоем, Иисус. Буду превозносить в жизни моей, имя Твоем, Иисус. Буду превозносить в жизни моей, имя Твоем, Иисус. Буду превозносить в жизни моей, имя Твоем, Иисус. Благословен Господь, Бог наш, Царь всей Вселенной. Отец, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Ты возлюбил мир, возлюбил нас и отдал Сына Своего, Нашего Спасителя Господа, Агнца Своего, на крест, Чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю Тебя за Тарь жизни вечной во Христе Иисусе Господе нашем. Ты, Бог Святой, примирил Собою, мирю, кровью, святой Агнца Божьего. Благословен Спаситель наш, Искупитель наш, Освободитель наш. Благословен Благодарю Тебя за этот вечер. Благодарю Тебя за братьев, сестер, верующих, детей Твоих. Благодарю Тебя за эту тему, Которую иметь возможность сегодня в собрании в Великом Божьем и Святом доносить. И молю Тебя, Господь, сейчас. И за присутствующих здесь сейчас. И за тех, кто онлайн подключился. И за тех, кто потом в записи будет смотреть. Да и за всех. Боже. Действительно, за всех. Пусть здесь, в Кривасе, и по всей Украине, да и по всему лицу земли. Миллионы души нуждаются действительно сегодня в этой свободе. От всякого рода заблуждений. От всякого рода мракописей. От всякого рода, я говорю, религиозного оккультизма, колдовства. Боже всемогущий. И мы знаем, что кого Ты освободишь, чтобы быть настоящим и свободным человеком. Благодарю Тебя за свободу через кровь. Святую Агнца Божьего. Пусть Господь, люди, именующиеся Твоим святым именем. Называющиеся христианами. Независимо, какой ветви христианства. Боже, пусть действительно будут христианами библейской, евангельской веры. Твоей Божьей веры. Боже, пусть имя Иисуса действительно посияют Церковью. Благодарю Тебя, Боже, всему мужчине. И благословляю это собрание. Благословляю моих прадед и сестер. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Пожалуйста, представьтесь, друзья, братья, сестры. Спасибо девчим, музыкантам. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Ебископу Валерию. Спасибо всем святым. За гостеприимство. Я эти дни здесь, в Кривом Роге. И в воскресенье проповедовал в собрании Знамя Любви. Вчера, позавчера был в центрах реабилитации на всех ГОК, на всех ГОК, и в ЛАПах, да. Слава Богу за братьев, слава Богу за то, что сегодня имею возможность послужить семинаром. Сегодня, завтра и послезавтра. Да, название такое семинара «Религиозный акультизм» там был обозначен от немного пугающего. Но, вообще-то, да, тема непростая. Ну, знаете ли, но очень важная, архиважная. Я думаю, что многие из вас, друзья, уже смотрели мои семинары, какие-то были на моих семинарах, служениях некоторых. Но для тех, кто мало знаком, может быть, с моим служением, то я вкратце представлюсь. Вот, и, но с самого начала передам привет, пользуясь случаем, да, передам привет. Потому что сейчас онлайн должны подключиться мои, как раз и моя семья должна подключиться, супруга, мои отец, наши внуки, коты, все на башне, короче, должны смотреть, сейчас уже там, они собраны, возле экрана. Вот, так что привет всем огромный от наших семей и также от нашей церкви, от Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. И, в частности, вот от Украинской Реформаторской Православной Церкви. То, что наши братья, надеюсь, подключились онлайн, кто не подключился, то тогда уже, ну, записи, наверное, смотрят. Вот, и, знаете ли, посмотрят потом и Кривой Рог, для меня город близкий, для меня город особенный. Я, знаете ли, уже больше 20 лет уже знаком с вашим городом, да, и, начиная с самого первого приезда еще, 98-й год, и пастор Валерий Проскуряков, да, значит, мы с ним как раз тогда были вместе, в общении, и вот в первый приезд, это было запоминаемо для меня очень даже, вот Кривой Рог, мы проехали полностью весь. У нас первое служение было ранее на одном конце города, вот, на выезде у Песятников, да. А потом, а другое служение было на другом конце города, вот, и мы там больше 100 километров проехали на машине, на его 21-й Волге, вот, значит, вот, и, как бы, было масса впечатлений у меня от общения, от свидетельств всех этих, вот. И потом, так, нечасто, но бывал в вашем городе. И, о себе сказать вкратце, уже больше 30-ти лет несу служение православного священнослужителя, да, до 96-го года был священником традиционной православной русской церкви, Московского патриархата. И в 96-м году по идейным соображениям я вышел из этой структуры огромной и стал реформатором. И вот на сегодняшний день являюсь епископом, архиепископом реформаторской, православной, обновленческой, экономической, живой церкви православной. Слава Богу! Амелуя! Вот, и, ну, учился, женился, родился, все это есть там в сети. А так, да, я родом с Поволжья, значит, и вырос в семье мама, папа атеисты были, Бога не знали никакого, вот, хотя по матери, там, большая мусульманская семья, по матери татарин, в отцу еврей, вырос русским атеистом. Вот, и мне очень близка и еврейская культура, и татарская культура, с детства очень близка, значит, и тем более, что есть даже некоторые с Украины корни такие, все-таки далекие, пусть, мой дедушка татарский, его звали Гали Ахмед, он из, значит, казанских татар у меня. Вот, а бабушка моя, ее звали Митбану, она из, корнями из крымских, вот, поэтому, как бы, в общем-то, у меня есть корни такие, тоже и крымские, далекие пусть даже. Вот, и, ну, не сама Митбану, а ее родители были как раз в крымской татаре. Ну, там похожие языки, похожая культура очень, но немного отличаются. Вот, и поэтому я не знал ни мусульманской традиции, традицию культурную я знал, народную, но с детства там Курбан ели, все, значит, но, знаете ли, у нас не было религиозного никакого в советское время, вот, образования, воспитания, вообще. Нам не говорили ничего о Боге, фактически, вообще, ну, не то, что фактически, вообще ничего, я не знал о Боге. Ноль был. Вот, и ни еврейская теория была мне неизвестна, ни мусульманская, вот, ни тем более христианская была мне незнакома, но, вот, около сорока лет назад, скоро будет сорок лет уже, когда, вот, первый раз я пережил с ним встречу, с Богом, и это было незабываемо, вот, я об этом свидетельствую, как-то, даже есть там видео разные, вот, тоже в доме хлеба, только, там, в американском доме, у Олекса Шевченко, там записывали программу, вот, вот, и свидетельствую, как я пережил с ним встречу в экстремальных условиях, я тогда подростком заболел, или, это была пневмония двусторонняя, и умер, и, да, оба легких отекли, врачи не смогли ничем уже помочь, вот, и констатировали смерть мою, но Бог помиловал меня, значит, и после встречи с ним, вот, я снова вернулся в тело, вот, был исцелен, к тому же, не только был воскрешен, но был еще и исцелен, вот, для меня это была вообще, ну, новая жизнь, совсем в новом формате, с новым пониманием, с новыми мозгами, вот, и затем приходила в мою жизнь Библия, через книги по научному атеизму, вот, это было, конечно, сейчас анекдотично воспринимается, но, да, Библии не было никакой, ни Корана, ни Тора, ничего у нас, не было абсолютно ничего, что религиозно бы что-то говорило бы о Боге, о Всевышнем, но, вот, через книги по атеизму я впервые прочитал первые свои места из писания, вот, и они меня просто сразили на повал, они просто меня, вот, настолько, настолько глубоко внутрь, ну, говорили в мою жизнь, что я не смог просто этому никак противостоять, я, тот Бог, с кем я пережил встречу, и, вот, то писание, которое я читал, те фрагменты из писания, они перекликались, я завел себе тетрадочку, значит, переписывал такие места из писания, значит, охотился за ними, перелопатил на гору литературы атеистической, ну, и по истории искусств тоже, у меня было много литературы дома, я художник по своей специальности, до церковной, заканчивал школу художественную, потом училище художественное на Орловске, вот, и, в общем-то, да, до 87-го года я свою жизнь видел только в искусстве, и я полагал, ну, я это и ему там пообещал, между прочим, кстати, до сих пор не выполнил, наверное, сколько не давать нам времени, все, как бы, мало будет, но, вот, пообещал картины писать такие, чтобы люди видели, и чтобы его видели, именно его, вот, эту любовь, вот, вот, и, надеюсь, он даст мне возможность реализовать это еще, вот, я стараюсь, как получается, но сейчас я изображу словами все, вот, для вашего внимания, и, так вот, что еще сказать, да, уже училище художественном, один мой товарищ, он достал мне Библию, ну, вначале он доставал на два месяца месяца, сам читал месяц, мне давал читать, вот, это была такая подпольная Библия, такая кустарная, значит, и она ходила по рукам там музыкальным училищем, но попадала вот таким образом к нам в художественное училище, это было в середине 80-х, получается, да, 84-85-86 год, и вот мы с моим товарищем вот таким образом раз в год имели возможность по месяцу читать, месяц он читал, месяц мне давал читать, вот, и я стал приобщаться к церкви, вот, и мама моя спрашивала как-то меня потом, а почему ты свою жизнь вот связал, ну, с христианством, там, с православием, почему не в мечети или не в синагогу, я говорю, ну, мама, у нас, где мы жили в Орле, там, не было ни синагоги, не было ни мечети, не было ничего, чтобы, ну, как бы, альтернатив никаких не было, был только православный храм, все, что о религии напоминало вообще, был действующий православный храм, вот, мой путь был заказан, но и не только в этом дело, я потом читал уже различную литературу, вот, потом и Крам прочитал, и стал иудаизмом интересоваться, вот, надо же как-то к корням приобщаться, думаю, значит, но и татарским, и мусульманским, и еврейским, но все-таки, вот, то, что, знаете ли, то, в чем я живу, это христианство, но не христианство как религия, а христианство как вера, потому что христианство как религия во многом, ну, перекликается с другими религиями, и, в общем-то, мало уникального, да почти ничего нет, честно говоря, вот, положу руку на сердце, чем больше сравниваешься, тем больше понимаешь, Так что христианство как религия не уникально. Некоторые вещи имеют в христианстве преимущество, некоторые в исламе имеют преимущество, мне очень нравится, допустим. Некоторые в иудаизме нравятся мне тоже вещи очень лучшие, чем в христианстве, допустим. И я сравниваю, и вижу, что религиозные системы любые, они имеют свои плюсы, свои минусы, но для меня христианство это Христос. Для меня христианство это не религия даже, это сам Христос. Я вот перефразировав Маяковск, могу так сказать, что я говорю христианство, подразумеваю Христос. Я говорю Христос, подразумеваю христианство. Для меня христианство это сам Иисус Христос. Я живу этим, я люблю Господа моего, Иисуса Христа. И также я свидетельствую в собрании в церкви знамя любви, ну там даже название такое провоцирующее говорить о любви этой. И я там свидетельствовал о том, что в армии, ну понятно, в Советской армии в 80-е годы были еще, пережил тоже видение, не выходя из тела уже, этими глазами не выходя, не покидая тело своего, видел видение, это был Иисус. И знаете ли, я после этого еще больше в нем улетелся просто. Вот, живу этим, этой любовью. Вот, и... Но, став священнослужителем, церковнослужителем в 87-м году, в 88-м начал самый трудовой стаж, де юре, вот, а фактически с 87-го начал читать петь на клиросе, хором руководил. Мне это очень понравилось, хотя я не музыкант, не певец, но мне очень понравилось вот это храмовое благочестие, пение, все это, литургика, все понравилось очень сильно. И, да, мой путь был, заказан уже. И в 91-м году я стал священником в Рязани, как чтец, как и подяком, и как дяком потом, я служил в Орловской и в Московской областях. А как священник, как иерей, вот с 91-го года служил в Рязани, Рязанской области, и немного в Брянской области чуть-чуть. Вот мой вкратце такой путь был традиционного тогда священнослужителя Русской православной церкви Московского полиархата. И в 96-м году, почему вышел, знаете, я вкратце и моим коллегам, друзьям моим, я обычно говорю так, что если вкратце сказать одним словом, меня спрашивают порой, и другие, и недруги, как ты дошел до жизни такой, как стал реформатором, я говорю одним словом сказать «Библия», двумя словами можно сказать «Слово Божье». И местописание хочу прямо сейчас провозгласить, которое будет началом и концом этого семинара, путеводной звездой этого семинара всего, всех трех этих вечеров. Это из Евангелия от Иоанна, 8.32. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 стих. Написано «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вот именно это самое драгоценное, это самое великое, что в жизни человека происходит, истина освобождающая, истина, приходящая в жизнь, в судьбу человека. И этой истиной делюсь. Для меня истина – это Иисус. Я говорю «Истина», подразумеваю Иисус. Я говорю «Иисус», подразумеваю «Истина». Потому что для меня это неразделимое понятие совершенно. Я не говорю, что есть истина, я говорю, кто есть истина. Дамы и господа, братья и сестры, вот с этого ясно писание, и хочу начинать. 8 глава Иоанна, 32 стих. «И познайте истину, и истина сделает нас свободными». Делает истина нас свободными. Дамы и господа, братья и сестры. Также отвечу на ваши вопросы с удовольствием. Сразу скажу, что буду рад ответить. Наверное, знаете, что сделаем? Вот можете записочки передавать вперед. Вот я люблю так вот, в такой формат. Вот, пасту передавайте. И потом я в конце, наверное, ближе к концу, постараюсь отвечать на ваши вопросы. Хорошо? Договорились? Вот. Ну, а те, что там онлайн, задают, допустим, да, Т4, то тогда уже я прочитаю попозже, вот, и постараюсь ответить тоже на вопросы. Слава Богу. Хочу примеры привести тоже по ходу этого семинара сегодня, завтра, послезавтра из своей жизни, из истории христианства. Моя любимая тема, вообще-то, история церкви, история христианства. Поэтому я очень полюбил эту тему. Вот. И люблю эту тему. И много примеров беру как раз из истории христианства. Но, если брать самое начало, я же многих из вас не знаю, как бы, да, вот, вот, но, тем более те, кто смотрит видео, люди очень разные, приходят на семинары, слушают. Поэтому я сразу сделаю такое, как бы, замечание сегодня. В самом начале тоже. Очень важное замечание. Что очень часто называют, ну, как сказать, христианством, то, что христианством не является. Я уже сказал, что для меня христианство – это сам Иисус Христос. И я думаю, что для некоторых людей эта тема, она может быть бессмысленной, если не будет примирения с Богом. Самого главного. Знаете, это очень важная тема. Я стараюсь об этом говорить всегда. разным очень людям, в разных собраниях. И самый главный вопрос, который хочу сейчас вот огласить, да, это вопрос спасения. Вопрос спасения. Вопрос жизни вечной. Для меня это, как для священнослужителей, это самый важный вопрос, которым я часто вот так озадачиваю людей. Спасен ли ты, спасена ли ты душа, принял ли ты спасение. Это самое важное. Потому что очень много людей, которые даже называют себя христианами, вот в наших странах, допустим, да, я родился и вырос в России. И до 97-го года я не знал вообще, что такое Украина. Ну, только лишь, может, по мультикам жил был Пескар. Там, значит, знаете ли, как бы, значит, там смутные представления вообще у меня были об Украине. Но с 97-го года Украина стала моей второй родиной, где как уже, как информатор, я состоялся. Благодарю Бога за это. И поэтому я молюсь, мои основные такие молитвы, часто это за Россию и за Украину. Мои, ну, частые молитвы. Чаще всего. Вот, конечно, у меня есть доминанта в моих молитвах, это Израиль. Всегда благоставляю еврейский народ. И даже дело не в том, что какая-то доля крови там еврейских в моих жилах течет по отцу, по крайней мере, да, значит, но по матери татарин я. Но как бы ни было, кто бы ни был бы, кто бы ни был бы по крови своей, есть, знаете ли, Божье слово, которое говорит, что Израиль есть первенец. И младшие дети должны благоставлять старших обязательно. И я это как многодетный отец понимаю. Очень тяжело, как видеть, когда для родителя, когда дети не входят в истину, когда дети не ладят. у нас шестеро детей. Бог нам дал родить троих мальчиков, троих девочек. Двое внуков уже, слава Богу. Да, и, так вот, и, но, для отца вообще нет больше радости, чем видеть детей, сверхходящих в истине. для нашего небесного отца Наипачи. Для земного родителя, если для земного родителя, знаете ли, самое лучшее, что может быть вообще для земного родителя, мамы, папы, это когда у детей все хорошо. Когда у детей хорошо, да? Когда они ладят, когда они в любви, когда они в послушании, когда они в радости, то для нас это самое лучшее. И это почему нам знакомо родителям? Да потому, что наш Бог, Он наш родитель. И Он дает нам немного переживать из того, что Он чувствует, что Он по отношению к нам испытывает вообще своему творению, будучи родителем нашим. Вот, и для нашего небесного отца действительно нет больше радости, чем видеть детей, выходящих в истине. И когда мы враждуем между собой, когда человек с человеком враждует, семья с семьей, народ с народом, страна со страной, то сердце отца, конечно, оно разрывается, знаете ли, потому что Он любит всех нас. Он каждого из нас ценит, дорожит нами. И в такой не очень дружной семье народов нашей планеты Господь создал, родил еще один народ, избрав одного человека, история его в Библии описывается подробно, Авраам, стал Авраамом, от Авраама Исаак, от Исаака Якова родил Господь, от Якова патриархов, и так весь основной народ пошел распространяться по всей земле. И знаете, потом 3331 год назад Бог совершил Великий Исход, вывел нас из Дома Равства, из земли египетской, чудесами, знамениями, вот скоро уже на днях будем вспоминать, опять в полнолуние следующего месяца, будем вспоминать об этом Великом Исходе, Песах, Пасха, праздник Великий на самом деле Господний, вот, и когда Он вывел, то Он сказал такие слова даже, что Я Господь Бог Твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов предлецом Моим. Друзья, братья, сестры, вот, и когда мы благоставляем друг друга, то Бог радуется, когда человек человека благоставляет, семья, семью благоставляет, народ, народ благоставляет, страна, страну благоставляет. И когда люди разных национальностей благоставляют друг друга, от которого сердце радуется. И, конечно же, когда Он видит, что мы благоставляем первенца Его, старшего брата, да, это всегда радостно. Слава Богу. Вот, и говоря об истории спасения, я скажу сразу, что человек каждый на этой земле из миллиардов живущих, каждый человек, он спасен уже Богом. Бог примирил с собой весь мир через Иисуса Христа. И вся вот эта тайна, вся тайна спасения, она уже свершилась на Христе. И счастливы те, что принимают это спасение, что принимают Божий путь спасения, принимают Божий дар. Дар Божий во Христе Иисусе. Жизнь вечная для всех и вся. Дар Божий для каждого человека на этой земле. поэтому я просто умоляю тех, кто еще может колеблется, сомневается на пути, примите этот дар. Примите этот дар Божий. Это дар не потому, что это дешево, а потому, что это слишком дорого, чтобы вообще можно было бы нам даже мечтать приобрести. Бог заплатил этой страшной ценой, примирившись с нами и просит прощения обычно не тот, кто более виноват, а тот, кто больше любит и ценит. И он первым протянул свою руку к нам, отдав на крест Сына Своего Иисуса. И это великая тайна, великое таинство. Агнец заклонный был действительно 2000 лет назад прибит ко Кресту и кровь святая была пролита на эту землю. И он воскликнул, умирая, совершилось, совершилось великое искупление наше, друзья. И завеса в храме разорвалась. И теперь всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всех и вся Бог призывает просто свои объятия. Это не религия, это не просто какая-то там конфессия, динаминация. независимо от того, какой там ветви ты держишься, какой традиции и прочей культуры. Спасение для всех и вся. Для всех и вся. Через Иисуса Бог распростер для всех нас свой да. Слава Богу. Вот. И говоря о проблеме оккультизма религиозного, для меня это как некий Вавилон. Для меня это как действительно, ну и в Библии это сравнивается с Вавилоном так, великим. По-еврейски Бабель, да, еврейское слово Бабель, Вавилон, есть даже выражение, или Бабель еврейское, это значит он пошел, но заблудился. Запутался, заблудиться буквально. Вот он пошел правильным путем, но заблудился, потерялся. И человек, вообще Бабель это имеется в виду сама запутанная система, как глубок, как вот гордеев узел какой-то затянутый, который не просто-напросто, ну и никак вот нам невозможно его развязать, но, как говорится, разрубить можно Словом Божьим. Вот. И дамы и господа, братья и сестры, путь сам это Иисус Христос. Путь открытый, ясный и простой. Путь истина и жизнь. Но Вавилон, что я говорю, это запутанная система. Запутанная система, которая в христианстве очень популярна, к сожалению. И в православии, и в протестантизме, и в католицизме в разных петлях христианства очень много путаницы. это все такая вот вавилонская система, некая путаница. На самом деле путь ясный, как Божий день. Спасение в Иисусе Христе. Если человек, он не может ответить ясно, называясь христианином, но не может четко и ясно ответить на простой вопрос, спасен ли он сам. спасен ли он, то если он не может четко и ясно разумительно ответить да, спасен Иисус Христос мой Господь и Спаситель, если он не может так ответить, то он часть вавилонской системы еще, часть этой путанной системы, и не важно какой он конфессии, протестант, католик или православный, не важно. Вот человек, который не уверен в своем спасении, не знает спасителя Господа Иисуса, он еще часть запутанной системы. Поэтому я предлагаю даже находящимся в зале, думаю, некоторым надо пути как-то выправить, знаете ли, некоторые, уяснить, что спасение это дар Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Это дар Бога, подарок Бога. Я спасен, потому что Иисус Христос мой Спаситель, мой Господь. Не потому, что я хороший такой, не потому, что я что-то сделал такое заслуживающее спасение. Абсолютно нет, а потому, что Он совершил это спасение. Я лишь принял это спасение, это дар. И все, благодатью вы спасены, и это не от вас, это Божий дар. Это Божий дар, чтобы никто не хвалился никакой теологии и идеологии, никакой конфессии и динаминации, ничем абсолютно, ни национальностью, никакой обряд, ни еврейский, ни христианский, ни мусульманский, никакой не может нас приблизить к Творцу. Бог сам приблизился к нам в Иисусе Христе, каждому человеку. И когда Иисус родился, то совершилось великое чудо, друзья. Вот помните, у Матфея там говорится, что пророчества стали исполняться. Матфея очень любит как раз ссылаться на пророков. И он говорит, что первое пророчество, которое стало исполняться, это что Дева в чреве примет родить сына и дарегут ему имя Эммануил. что значит с нами Бог. С нами Бог. И я очень люблю этот пример приводить и у себя в церкви, и в гостях когда бываю, и на семинарах, что Эммануэль, Эммануэль. Два слова. Эммануэль из двух слов состоящие. Но в русском произношении Эммануил. А так Эммануэль. Эммануэль. Эль это понятно Бог. Эль, Бог. Эммануэль. пишется похоже даже и произносится похоже. Этануэль. Этануэль. Буквально же перевод Эммануэль. Это выпитый, съеденный нами. Это частью наставший. Это я в нем, он во мне. Это перемешанное. Эммануэль. Смешанное. Удивительно. Переводчики. Я не такой знал только эмбрито, но люблю смотреть такие курсы, где иллюстрации делают учителя эмбрито или греческого допустим. Мне как художник это лучше запоминается всегда. Для меня это очень хороший пример всегда. Зрелищно. И вот мне понравился пример с водой. Вода на эмбрите Маим. Вода Маим. допустим Шаи Маим. Небеса. Есть много прекрасных слов с этим словом Маим. Вот Маим Маим в Сатамском это другое значение совсем, но в Еврейском это вода. И когда вода в стакане возле меня, то в отношении к ней я могу только сказать Этаму Маим. Ну так не говорят, но так можно сказать. Грубо. Но если я пью эту воду, ваше здоровье. И вот вода теперь обо мне уже. Слава Богу за воду. Много хороших напитков, но ничего лучше нельзя придумать. Просто воды. И вот вода по мне растекается. Она сейчас частью меня становится, я частью ее становлюсь. Процесс запущен, она все больше и больше проникает в меня, я в нее. интересный. Вот по отношению к этой воде уже, которая внутри меня, я частью ее становлюсь, она частью меня становится. Я же из воды тоже и водой сухой, как и вы сами собственно. Так вот, и интересно, по отношению к ней могу только лишь Эману использовать слово еврейское. Эману моим. Но как можно Бога съесть, выпить? Вот вопрос интересный. Эмануэль. Пророк сказал именно не Тануэль. Там даже по номерам Стронга там ясно, что он имел в виду совсем другое. Не Этануэль, а именно Эмануэль. Эмануэль он провозгласил Духом Святым, это же было провозглашено, не просто это была самодеятельность пророка, это было сказано Духом Святым. То есть тайна вся была именно в том, что Бог будет съеден выпить нами. Он будет частью нас, а мы частью Его станем. Удивительно. Когда с нами Бог, то не дай Бог. Знаете ли, люди, даже немецкие фашисты на пряжках ремней, они там писали, что там с нами Бог. Люди, когда говорят с нами Бог, или вообще это подразумевают, порой такие творят вещи, что действительно не дай Бог. Когда с нами Бог, это ничего еще не значит абсолютно на самом-то деле. По большому счету. Даже скажу так, никто из смертных не может заявить, что с ним нет Бога вообще. И он где-то там, где Бога нет. Это только лишь в анекдотах такое бывает. Значит, или в этих неканонических притчах. Еще одна есть такая средневековая такая притча неканоническая. Один такой средневековый анекдот есть. Один монах, нет, я забыл, какую эпоху. Короче, в Западной Европе дело было, еще до Франциска по-моему, Мазийского еще. Вот еще в Европе. Один монах сказал следующую фразу такую. Господи, а записали другие монахи с его слов. Господь, он воскликнул, если ты вездесущий, как так получается, что я каждый раз оказываюсь там, где тебя нет? Эту фразу, я не помню, кто это сказал уже, но эту фразу запомнил. Как-то когда память зап... Да, надо же, интересно. Вот, но на самом деле, это просто его понимание. Люди говорят, вот Бог отвернулся от меня, там, что-то еще. Это просто их субъективное такое понимание, видение. Это их испорченный телефон, взгляд, там, не знаю, как назвать еще это. Это похоже на сказку. Вот, недавно, сегодня у нас какое-то третье число, а вчера был как раз годовщина, там, Ганса Христиана Андерсона, кстати, вспоминали как раз добрым словом. Вот, значит, как в сказках, помните, в этих сказках Андерсона, Гримм, там, там много таких примеров интересных есть. Одна из этих сказок, а, иллюстрация хорошая, кстати, вот, хорошая иллюстрация, это вот про Ка и Герду. О, очень хорошая иллюстрация. Вот, да, снежный край, попало ему, значит, в глаз, да, и в сердце, осколочки попали от того, значит, окаянного зеркала, значит, и он стал, значит, все превратно видеть, и сердце его стало совсем другим. Вот, вот скажу так, на самом деле, человек, который говорит, Бог меня не любит, или Бог от меня отвернулся, или нет мне прощения, или там, что еще, ну, кстати, буквости люди говорят на этой земле, вот, все это от того, что вот эти осколочки какие-то в их глазах и в их сердце, на самом деле, дело-то не в Боге, Бог-то никого не разлюбил и не оставил, никого не покинул. Понимаете ли, просто это превратное, испорченный вот взгляд. Люди обмануты, просто обмануты. Сам себя человек обманывает. На самом деле, Бог любит, и он свою любовь однажды навсегда доказал ко всем нам, чтобы никто не сомневался. Если до Иисуса Христа какое-то моральное право, люди, особенно вне Израиля, имели право какой-то, знаете ли, сомневаться в божественной любви, в том, что Бог их любит, даже, какое-то иметь даже, ну, оправдание своему, как бы, ожесточению, то с Иисуса Христа с того времени, уже два тысячелетия без малого, человеческий род уже не имеет никакого морального права даже сомневаться в том, что Бог любит всех нас, каждого из нас, и всех нас вместе, и каждого из нас в отдельности. Уже у человечества нет просто-напросто такого права, потому что Бог уже доказал, Он отдал самое драгоценное свое, Он самого себя отдал, кровушку свою за нас пролил, куда уж больше, знаете ли, Он действительно примирился с нами, Он действительно примирил с собой весь мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирение. И сегодня на этом семинаре дозвучит это слово примирение человека и Бога, Бога и человека. Так вот, дамы и господа, братья и сестры, Иисус, это действительно, как еще Александр мне не говорил, очень красиво сравнивал, сравнивал, это все религии, говорят, это как лестницы на небо поставленные, да, попытки штурмовать, знаете ли, вот как осажденную крепость какую-то, этими лестницами, подниматься, карабкаться наверх. А Иисус Христос, это говорит, это как раз с неба, сверху спущенное, для нас лестница, знаете, вот это путь спасения, который сверху. Вот всем известно, да, звезда Давида знаменитая, еврейская наша звезда, да, вот, значит, она из двух треугольников, есть разные объяснения, что это означает, мистические, каббалистические, практические, всякие, 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 лингвистические, разные объяснения, что такое эта звезда Давида означает. Мне очень нравится, как Шамай, старший говорил, школа Шамая, объясняла, значит, эти две, два треугольника, переклиценные или соединенные, так, треугольник, который вверх, острием, это означает, человек ищет Бога, устремление человечества к небесам, а острием вниз, треугольник, это Бог ищет человека, Бог устремлен к человеку, и вот в идеале, эти два треугольника, они вместе должны быть, но до Иисуса, эти два соединения, они были, ну, скажу так, не четкими еще, но сейчас они стали четкими, потому что в центре, я люблю мессианскую такую звезду, в центре вот этого, этой звезды, могу я на вид, крест, изображен крест, или же чаша, 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 чаша Нового Завета, в крови Иисуса Христа, как символ, как знак, именно его примирения, небо и земли, небо и земли, аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, да, друзья, это самое прекрасное, общее, как в той песне пою, в той украинской, небо и земля, небо и земля, ныне торжествуют, ангелы, люди, ангелы, люди, весело, святые, образную, вот, небо и земля, славят Бога, и вот служение примирения, это действительно, то, что Бог, Он дал нам, на этой земле, вот, и ваш покорный слугар, тоже служитель примирения, а почему, я вот, говорю еще, по поводу этого таинства, Эммануэль, я хочу еще кое-что прояснить, сразу же, тоже, особенно для тех, кто может, вот сейчас, в размышлениях еще, о вере, тайна, Бога и человека, человека и Бога, это сам Иисус Христос, погружение в Него, а наше погружение в Него, а Его погружение в Бога, погружение в нас, примирение с Богом, спасибо тебе, Господь, спасибо, и как, православный реформатор, как вот обновленец, я рассказываю об этих вещах, говоря там о проблеме религиозного культизма, я понимаю, что враг пытается прямой путь, такой, да, евангельский путь, библейский путь, запутать, сбить в сторону, как бы, от Христа, чтобы люди убрали свой взгляд, на что угодно, на кого угодно, и в этом, ну, уже два тысячелетия старания врагам осуществляются, но, нам не безызвестны его умыслы, вот, и его тактика, и разрушаем дела его, и планы его, именем Господа, Иисуса Христа, чтобы люди обрели этот путь, прямой путь, ясный путь, вот, я по своей жизни сужу, как легко попасть в западню врага, ну, каждый из нас, он больше или меньше в своей судьбе, он, ну, проходит, конечно, подобное, искушение, какое-то, испытание, я вот сказал вначале, что свой путь начинал со слова Божьего, ну, во-первых, вначале я знакомствую с ним, у меня не было теории религиозной, никакой, была практика, такая, личная встреча с ним, затем, моя теория была, это Библия, Библия, хотя вот, товарищ мой, тот с училища художественного, он предлагал мне потом дополнительную другую литературу, но она как-то не шла у меня, мне как-то она не шла, Бог, с кем перешел встречу, вот, будем так говорить, никак это не откликалось у меня вот на что-то другое, Бог, Он учит нас, каждый из нас учит, обучает, главное быть внимательным, к его науке, и он наш наставник, и учитель, и в моей жизни было тоже так, вот, с самого начала, я пережил эти чудеса, и научился разговаривать с ним, вот, не выходя из тела, вот, потому что, мой первый опыт был, это разговор с ним, вот, момент смерти, вот, выход из тела, и общение с ним, и возвращение в тело, вот, и после возвращения, уже, значит, я пытался, конечно, говорить со взрослыми, с родителями, допустим, да, со сверстниками, но не было никакого, вот, к сожалению, ответа, то есть, никакой информации, ну, одним словом, не знал никто о Боге, вокруг меня, поэтому, я, как бы, так, замкнулся, тогда, вот, и плакал много, вот, и мне было 13 лет всего, ну, что, совсем еще подросток, да, но я очень жалел, что на свою шею, думаю, захотел обратно вернуться, думаю, это настолько ужасно, самое ужасное было в том, то, что, я понимал, что, вот, он Бог есть, но ты его не видишь, и жить без него, это просто, ну, катастрофа, просто ужасно, это как сон какой-то, и ты понимаешь, что это сон, но не можешь проснуться, вот, я только был проснулся, и опять уснул, и знаете, потому что, это реальность, она хорошая реальность, это, она реальная реальность, и хорошая реальность, и прекрасная, если в ней вообще даже удивительные вещи, но, по сомнению с Божьей реальностью, она не такая реальная реальность на самом деле, вот, сейчас уже многое протупилось, конечно, за эти 40 лет, но, вот, скажу, что, тогда я очень сильно переживал это все, вот, и во сне научился разговаривать с ним, и вся ст게ki, в стране, грибны, вдруг, там,